Традиционно в канун Нового года глава города за торжественным столом собирает воспитанников клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья Росток. Сегодня встреча проходила уже в восьмой раз. В банкетном зале собрались 29 воспитанников клуба с мамами и папами. Нам важно, что вот такое общение происходит уже систематически. И уже клуб Росток, вот за эти 8 лет уже многие ребята в клубе Росток уже выросли, конечно, уже не совсем дети многие. Но все равно отношения остаются. И, наверное, это самое главное в этих встречах. Поздравления для инвалидов-колясочников подготовили учащиеся различных Ивановских школ, юные законодатели из состава Молодежной ученической думы. Ребята подготовили сказку о красавице Еле и злой королеве, которая хотела срубить лесное дерево для своего праздника. В конце выступления Дед Мороз загадал приглашенным праздничные загадки. Мы подготовили также музыкальное выступление, конкурсную игровую программу, целое новогоднее представление. Наша главная задача является, наверное, не просто поздравить ребят с Новым годом, но и подарить им настоящий праздник, который бы они могли запомнить надолго. Поздравления от главы города и ученической думы получат также воспитанники клуба, которые сегодня не смогли прийти навстречу. В основном это лежачие больные. К ним юные думцы придут в рождественские каникулы, преподнесут подарки и пожелают самого главного – здоровья. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.